Без жалоб и нарушений в регионе продолжают подводить итоги единого дня голосования. В соответствии с требованиями времени в регионе совершенствует закон об оленеводстве. С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Выборы в Ненецком округе прошли без нарушений. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Георгий Попов на расширенной планерке при губернаторе округа. Напомним, 18 сентября, в единый день голосования, жители региона вместе со всей страной избирали новый состав Государственной Думы. Эти выборы мы избирали депутатов по смешанной системе. На территории ОКУ было обрационно 221-го командатный избирательный ОКУ. Всего было зарегистрировано 6 кандидатов, выдвинутые политические партии. Итог выборов по 221-му ОКУ вот такого. Ябка составила 36,31%. Не самые лучшие, честно. По кандидатам в голосах предъявили следующий МОКУ. Тот, Сергей Николаевич, 5762 голосов, или 45,30%. Екатерина Алексея Олеговича, 212 голосов, 1,64%. Саблина Александра Ивановича, 3491 голосов, или 26,98%. Смученков Андрей Владимирович, 1436 голосов, или 11,1%. Сауяна Монтария Валерьевна, 452 голосов, 3,49%. По словам Георгия Попова, в единый день голосования серьезных нарушений не было. От представителей политических партий и кандидатов не поступило ни одного письменного или устного обращения о нарушениях. Одновременно с Думскими проходили выборы главы Малоземельского сельсовета, на которых уверенную победу одержал действующий глава в движении с «Единой России» Михаил Талеев. Свои полномочия Талеев Михаил Семенович подтвердил на мой срок. В процентном соотношении за него отдали голоса 202 жителей поселка на минуту или 47,3%. То, что касается депутата сельского совета, сельский совет с формированием гоно составил количество семей депутатов. Явка составила 60,54%. Новый закон для новых возможностей. На заседании Комитета собрания депутатов Ненецкого округа рассмотрен проект закона об оленеводстве в Ненецком округе. Необходимость в разработке и принятии нового закона об оленеводстве обусловлена тем, что в действующем законе, который был принят еще в 2002 году, имеется ряд пробелов и неточностей, а также противоречия федеральному законодательству. Новый законопроект содержит в себе три основные блока. Первый блок – это государственная поддержка оленеводства как отрасли. Второй блок связан с обеспечением сохранения и рационального использования земельных ресурсов, оленьих пастбищ, имеющихся в округе. Третий блок посвящен социальной поддержке оленеводов и их семей. В законе четко прописаны минимальные нормы и минимальные денежные выплаты оленеводам. А также введено понятие «чумработник» и «чумработница». Это сделано для того, чтобы закрепить меры поддержки для пенсионеров-оленеводов. «Необходимость в разработке и принятии нового закона о оленеводстве в округе обусловлена прежде всего тем, что закон от 2002 года о оленеводстве в Ненецком автономокруге характеризуется рядом пробелов и неточностей, которые противоречат на сегодняшний день федеральному законодательству. По этой причине некоторые нормы закона не могут быть на сегодня реализованы. Таким образом, новые экономические и социальные условия развития вызывают необходимость обновления законодательства округа об оленеводстве и устранения существующих пробелов правового регулирования. Мы считаем, что результатом принятия нового законопроекта будет дальнейшее развитие оленеводства как основной отрасли традиционной хозяйственной деятельности». Также депутаты собрания депутатов Ненецкого округа предлагают облегчить порядок получения льготы по оплате взносов на капитальный ремонт. Напомню, ранее льготы на оплату взносов получили две категории жителей региона. Те, кто достиг 80 лет, полностью освобождены от уплаты средств. Те, кто достиг 70 лет, платят лишь 50% от полной стоимости. Но прежде чем получить причитающиеся льготы, необходимо полностью внести плату на капитальный ремонт и только после получить обратно в качестве компенсации свои средства. «Предлагается заменить компенсацию для этих групп граждан на освобождение их от уплаты полностью в отношении граждан, достигших 80 лет, и 50% в отношении граждан, достигших 70 лет». Принятые законопроекты рассмотрят на ближайшей сессии собрания депутатов 22 сентября 2016 года. Надежда Людкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Квалифицированные и добросовестные. В регионе пройдет строгий отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Капремонт будут выполнять только квалифицированные подрядчики. Реестр квалифицированных подрядных организаций, которые будут допущены к выполнению ремонта многоквартирных домов на территории Нинницкого округа, сформирует Департамент строительства и ЖКХ. Такое решение принято сегодня в ходе заседания администрации НАО. Формирование и реестра является своего рода предварительным отбором потенциальных подрядчиков. Подобный фильтр позволит исключить возможность допуска к работам недобросовестных исполнителей, сократит коррупционные риски, а также обеспечит гласность и прозрачность процедуры привлечения организации. Реестр должен быть создан и опубликован к 14 октября 2016 года, после чего участвовать в аукционах и конкурсах на оказание услуг по капремонту смогут только компании, включенные в перечень. В их обязанности войдет рассмотрение заявки подрядчиков на участие в предварительном отборе. Принятие решения о включении организации в реестр рассмотрит специально созданная комиссия. Кроме того, по информации Департамента строительства, в ходе технического обследования многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план по капремонту на 2016 год, стоимость работ была существенно скорректирована. Предполагается за счет экономии, это около 16 миллионов рублей, провести обследование многоквартирных домов, которые пойдут в ремонт на следующий период. По информации Департамента строительства, сэкономленные средства направят на досрочное обследование домов, которые стоят в очереди на капремонт в Наринмаре, Нижней Пёше, поселке Искателей. Снижение смертности среди жителей Ненецкого округа. Этот вопрос стал главным на встрече Координационного совета по здравоохранению. Как решили повышать качество медицинских услуг и какие задачи поставили перед врачебным сообществом члены Координационного совета в материале Любови Пермяковой? Лидирующую позицию в структуре смертности среди жителей Ненецкого округа занимает смертность от болезни системы кровообращения. Это инфаркты и инсульты. Чтобы снизить смертность от этих заболеваний, члены Координационного совета предлагают окружным врачам усилить работу по профилактике болезни, проводить качественную диспансеризацию, использовать современные эффективные методы, такие как тромболитическая терапия. Тромболитики – это лекарственные препараты, обладающие способностью растворять тромбы, а также использовать в работе современные коммуникационные технологии. Медицинские учреждения, которые находятся отдаленно, территориально, телемедицина дает большие возможности. Как мы делаем с каратайкой? У нас сформированы группы диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас оговорены сроки, в которые доктор мне предоставляет информацию. Мы ведем отбор пациентов для планового обследования у кардиолога, для направления на высокотехнологичную помощь. Но это, скорее всего, исключение из правил. Я хочу призвать всех коллег пользоваться имеющейся у нас возможностью для качественного диспансерного наблюдения жителей нашего округа, которые находятся в достаточно удаленном расстоянии. Еще одна причина смертности – онкология. Наибольшее количество пациентов с онкологией выявляется на поздних стадиях. Чаще всего это сельские жители. Чтобы изменить ситуацию, предложено закупить за счет средств окружного бюджета специальные тесты, позволяющие в короткие сроки выявить наличие онкологических заболеваний. Также департамент намерен усилить контроль за качеством, проводимой в регионе диспансеризации. Кроме болезней кровообращения и онкологии, большой показатель смертности жителей НАУ от воздействия внешних факторов. По словам заместителя начальника управления здравоохранения, одним из главных внешних факторов является смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Мы полностью достигли среднемноголетних значений. У нас на сегодняшний день смертность составляет 3 случая. Или это будет почти 10 промиллей. То есть у нас идет превышение плановых показателей по дорожной карте. То есть на сегодняшний день уже можно говорить о том, что дорожную карту мы по данному показателю не выполняем. Смертность в результате ДТП, отрицательный вклад, работа медицинских организаций не вносит абсолютно никакого. Все пациенты, которых, грубо говоря, мы смогли доставить в больницу, которые попали в больницу, не получают квалифицированную помощь. При необходимости транспортируются в медицинские организации третьего уровня. То есть у нас все смерти происходят на месте происшествия. Еще одна причина смерти трудоспособного населения – это болезнь органов пищеварения. Здесь доминирующее положение занимает болезни печени, возникшие в результате злоупотребления алкоголем. Ведущую роль в предотвращении смерти от этого недуга, по мнению врачей, играет наблюдение хронических больных в течение года. Несмотря на ряд факторов, влияющих на смертность, в этом году в Ниньцком округе отмечается положительная динамика. В первом квартале этого года смертность была 11, то уже как результат нашей работы по итогам полгода смертность снизилась до 9. На сегодняшний день по показателям Ниньцкий округ входит в пятерку лидеров по стране, где наблюдается естественный прирост населения. У нас продолжает сохраняться рождаемость на высоком уровне. Родилось за 7 месяцев 446 детей, по предварительным данным за 8 месяцев 517 детей. На конец года по планам при сохранении темпа рождаемости, такими, какие они сейчас есть, у нас планируется рождаемость 775 детей, что родится 775 детей. По официальным данным территориального отдела Федеральной службы госстатистики ПАНАУ, за 7 месяцев 2016 года естественный прирост населения составил 207 человек. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Третий – арктический классический. В Наринмаре прошел грандиозный фестиваль «Дни высокой музыки» в Арктике. Самые яркие моменты смотрите через несколько секунд. Ненецкий округ включается в движение WorldSkills Russia и вступает в состав ассоциированных партнеров Союза – Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WRC Russia. Региональный координационный совет Союза в Ненецком округе будет создан на базе Ненецкого регионального центра развития образования. Средства на оплату вступительного и членского взносов выделит компания «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Ненецкий округ станет официальным участником движения «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» с 2017 года. Учащиеся профессиональных образовательных организаций региона смогут принимать участие в мероприятиях Союза регионального, национального и международного уровня. Также включение региона в движение даст возможность организовывать и проводить в округе мероприятия в соответствии со стандартами международной организации. Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения вне конкурса. В ближайших планах окружного ведомства создание специализированного центра компетенции «Поварское дело» в соответствии со стандартами WRC Russia на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Легендарные времена года Вивальди, страстная танго в Буэнос-Айресе пьетсолы и звездный солист Дмитрий Коган. В столице Ненецкого округа прошло одно из самых ярких культурных событий года – третий арктический фестиваль классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». Вечную классику и инновационные технологии представил ценителем музыки всемирно известный скрипач-виртуоз Дмитрий Коган в сопровождении Камерного оркестра «Московская камерата». На заключительном концерте Дней высокой музыки в Арктике казалось, что музыка слилась с изображением. Настолько органично в уникальном мультимедийном проекте к произведению великого Антонио Вивальди времена года командой художников и дизайнеров был подобран виртуальный ряд. Но, как говорит художественный руководитель проекта Дмитрий Коган, без помощи самого маэстро здесь не обошлось. Каждый из вас, наверное, в жизни слышал какие-то части, какие-то куски из этих всемирно известных произведений. Но мало кто знает, что у Вивальди в его оригинальном тексте практически под каждой строкой присутствует описание того, что происходит на данный момент. Написанный в 1723 году цикл «Времена года», состоящий из четырех концертов, стал самой популярной работой венецианского композитора Антонио Вивальди и одним из лучших произведений музыки барокко. Первый концерт, который прозвучал с главной сцены Дворца культуры Арктика – это «Весна». В этой части знаменитого цикла при помощи музыки и новейших технологий Дмитрию Когану и оркестру «Московская камерата» удалось передать всю мощь пробуждающейся природы. Второй концерт, который представили музыканты – «Лето». Он отражал жару и зной. Но сной заканчивается и приходит знаменитая гроза. Еще одна партитура Вивальди, которую исполнил камерный оркестр под руководством Дмитрия Когана «Осень». В этом произведении отражен сельский сбор урожая и большой праздник. Завершающее музыкальное произведение, которое исполнила команда выдающегося скрипача из цикла «Времена года» – «Зима». Люди идут по тонкому льду, они боятся провалиться. Постепенно они ускоряют шаг и сквозь все трудности приходят к себе домой. Как написал Антонио Вивальди, «Зима сурова, но она прекрасна». Также Дмитрий Коган исполнил публики «Либертанго» – известного аргентинского музыканта и композитора второй половины 20-го столетия Астро Пьецолы. После концерта в интервью нашей телекомпании маэстро рассказал о том, как создавался уникальный проект, над которым трудилась большая команда художников и дизайнеров. Вы знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру, легче свой создать, а вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно, а визуальный ряд, он идет, ну как бы Вивальди мы в принципе нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Но мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть, это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком, он накатывался и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Возможность послушать шедевры мировых произведений вживую подарила любителям музыки нефтяная компания «Лукойл Коми». Благодаря их поддержке в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа, Арктический фестиваль классической музыки уже третий год проходит в округе. Для компании «Лукойл» участие в подобных культурных проектах – большая честь. Хотелось бы, чтобы для Наринмара фестиваль арктической музыки стал доброй традиции. В этом году Арктический фестиваль классической музыки приурочили к празднованию Дня образования Ненецкого округа. Напомню, что программа фестиваля состояла из трех дней. За три дня со сцены Дворца культуры Арктика прозвучали десятки произведений всемирно известных композиторов, как в исполнении начинающих музыкантов, молодых виртозов, фольк-проекта из города Самары, так и признанных профессионалов звезд оперной сцены, опера-гала в сопровождении камерного оркестра «Московская камерата». Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».